А вот еще, если уж пошли говорить про вредные привычки, про полноту, то давайте уж поговорим про сигареты. Про спиртное я не буду говорить, потому что я не буду утверждать, что спиртное вредное, потому что я сама спиртное употребляю, пью. Я люблю шампанское, я люблю красное вино, я это не рекламирую, и даже вот когда горло я лечила, я делала такое, как мне доктор приписала, как ликерчик. И поэтому я про спиртное говорить не буду, его просто нужно понемножечку в меру употреблять, вот это отдельная тема. А сегодня я хочу поговорить про сигареты. На сигаретах сейчас такие страшные картинки рисую, что вот я, например, смотрю, у меня аж прям сердце плохо. Там или ребенок больной, ну как бы его жалко, или там вообще человек лежит, не понять с какой болезни, это ужас какой-то. И вот я когда сажусь завтракать, у меня напротив вот дом, и там постоянно курят, вот на одном и том же этаже, на одном и том же балконе выходят, вдвоем курят. Ну, наверное, муж и жена, и курят очень часто. Я вот смотрю на них, и думаю, я вот ем что-то вкусненькое, а они вот, наверное, на сигарет. Вот, кстати, выходят, выходят. Вот он вот вышел, сейчас вот даже прерву видео, и сниму, и сниму, свет только выключу, чтобы меня не очень было видно. Так, зашел что-то обратно, что-то взял, видимо, зашел обратно. Так, ладно, не удалось, в следующий раз сниму. И вот что я хочу сказать этим. Ведь сигареты сейчас очень дорогие. В Эстонии, например, ну, около 5 евро пачка, наверное, стоит, я точно не знаю. Ну, 4,60, ну, может, какие-то дешевые есть. Вот. А вот представляете, сколько можно на эти деньги купить фрукта? А как иногда я наблюдаю картину, когда ребенок подходит к маме или к папе, и просит что-то купить вкусненькое? А папа или мама говорят, денег нет. Но в это же время покупают пачку сигарет себе. А ребенку какую-то самую дешевую жвачку, от которой может быть аллергия. Или чупа-чупс какой-то там за копейки. Вот это я никогда своему ребенку не покупала. Ни чупа-чупсы, ни жвачки, потому что у нее аллергия была. Вот. И вот я смотрю, мне так ребенка всегда жалко. Ведь сколько можно вот на эту сумму, вот, за пачку сигарет купить фруктов? Тем более полезных. Ну, летом я понимаю, там у кого-то свои ягоды во дворе, там сады. Яблоки, вишни, там смородина. Ну, кто-то на рынке покупает местные. Ну, а зимой-то нету фруктов. В зиму в основном все такое привозное. Вот, например, осень, очень гранаты вкусные. Очень такие прям спелые, красные, сладкие. Вот этот гранат стоит сейчас со скидкой, вот он 73 цента всего. Ну, даже пусть евро, евро с чем-то. Уже за пачку сигарет можно купить 3 граната вот таких. Ну, хотя их нельзя ими тоже злоупотреблять. Там каждый день есть одни гранаты. Но изредка их обязательно нужно кушать, так как они полезны. Также манго. Ну, казалось бы, о, килограмм такие дорогие манго. Вот. Ну, если купить одну штуку, это получается совсем недорого. И покушать, ну, хотя бы такую вкусную сладость ребенку дать. Натуральный такой фруктик сладенький, вкусненький. Ему понравится. И вот я удивляюсь. Вот над полными людьми, которые вот едят по дороге, идут, а сами толстые. Хотите, обижайтесь. Хотите, не обижайтесь. Я понимаю, что хорошего человека должно быть много. Но не до такой степени. Не до такой степени. Вот. Когда вы покупаете пачку сигарет, купите ребенку на эту же сумму что-то вкусное. И вы тогда узнаете, что же лучше купить. Или ребенку. Или себе может сигареты урезать поменьше покупать. Потому что вы на себя, на сигареты тратите больше, чем ребенку на разные вкусности, сладости, полезности. И даже нормальную еду. Я иногда наблюдаю, как подходят в магазине. Вот у нее в корзинке или в тележке лежит то, что она купила. В том числе сигареты иногда. Сейчас сигареты только в кассе можно купить. Раньше можно было бросить их в тележку. А сейчас так не продают. И вот сигареты она купит. А ребенку они подходят вот к этому ряду, где бомж-пакетики, как их называют, продают вот эту быструю еду. И она у ребенка спрашивает, что тебе купить. Ну, вот этой, значит, гадостью она кормит ребенка. Я не знаю, может быть, я не права. Ну, тогда извините. Я, например, манген чищу. Здесь косточка такая длинненькая. Поэтому... Вот уже попала в косточку. Все. Вот один кусочек есть. Вот такие ломтики. Потом их можно. Здесь такая косточка длинная. Во все манго. Я вообще не знаю, как его правильно резать. Ну, кожу разживается хорошо. Потом можно там, как хотите, нарезать. Если в салат или просто кушать. Ну, а косточку можно так... Голодать, когда холодец варим. Вот и все. Приятного аппетита. Такая косточка интересная в манго. Такая плоская. Плоская. Сама недавно об этом узнала. Вот. Тоненькая такая. Если манго резать, например, просто для нарезки фруктовой, тогда манго лучше, конечно, очистить. Если просто кушать, то порезать просто на кусочки. И кушать так же, как мы едим арбуз, дыню и шкурочки у нас остаются. Если просто кушать, так удобнее. Вот со спелого манго шкурка прям снимается. Вот. Сама. Вот так. Очень даже хорошо. Вот такая шкурочка остается. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова